Продолжение следует... Мне надо с тобой поговорить. Что, ты с Мишенькой? Да нет. Ты о чем? Ну, я видела тебя. С Эдуардом Михайловичем. Тссс. А что такого? Это же не муж твоей сестры. И вообще, моя личная жизнь тебе не касается. Как же не касается? Мы же с тобой не чужие люди, Наташа. Тебе что, Романа с Игорем было мало? Да тихо ты! И вообще не сравнивай. Эдик это не Игорь. И он хочет на мне жениться. А как же его жена? Да разведутся. Детей у них нет. В чем проблема-то? Вот уж не знала, что ты такая. Какая-то такая. Бесчеловечная. Строишь свое счастье на несчастье другого человека. Послушай, кто дал право тебе и меня судить. И вообще, святая выискалась. Мне надоели твои советы. Самсонова, там к тебе пришли на массаж. Ну, теперь спереди, помассируй. Ниже, ниже, еще ниже, еще ниже. Вы что, с ума сошли? Да ладно. Знаю вас, массажисток. Все в одинаковые. Что стоишь? Столбом. Делай давай. Уходите. Сеанс окончен. Ты что, афонарела? Или интим за отдельную плату? Ну, че ты? Уходите! Вон! Ты че? Ну, погоди. Да. Да, мам. Что? Как заболел? Какая температура? Сейчас я тебя уделаю. Самсонова, ты что творишь вообще? Самсонова, ты что себе позволяешь? Вызвать клиентов в придор, без одежды, без вещей. Рвота? Я поняла. Я скоро приеду, хорошо. Самсонова! Да, я постараюсь. Закрой ваш центр, чертовой матери. Не, ну это ужас. Да, мам. О, тварь. Господи. Я скоро приеду, да, мама, да. Звали Эдуард Михайлович. Мне нужно уйти. Дома ждут. Ничего, подождут. Вот извинись и пойдешь. Интересно, а что это я должна извиняться? Так, Надежда, не усугубляй. Ты прекрасно знаешь с чего. Прервала сеанс. Выгнала Олега Дмитриевича в коридор. А ваш Олег Дмитриевич рассказывал, что он мне предлагал? Я с клиентами спать не обязана. И не собираюсь. Кто? Я и это? Эдик, ты где такой хамский персонал набрал? Но Эгима здесь больше не будет. Кто бы говорил о хамстве. Надь, ну тебе что, сложно извиниться? А ты что, тоже думаешь, что я его просто так выгнала? Я считаю, что тебе нужно было поучиться хорошим манерам. Ах, вот как. Спасибо. Ну, как он? Уснул. А температура? Слава богу, спала. Мы всю ночь промаялись. Я думала, ну что, отравиться он не мог, простудиться тоже. Потом думаю, может, зубик. И действительно, потрогала зубик. У нас же гель есть обезболивающий. Да я помазала, Надюш. Он тут же успокоился, уснул. А я неслась, как сумасшедшая. Ты прости меня, Надюш. Я так испугалась. И тебя переполошила. Да ничего. Просто меня сегодня с работы уволили. Ой, смотри, какие яблочки у нас выросли с тобой. Ой, какие. А давай сорвем яблочко. Ой, будет, Мишенька, яблочко кушать. Давай я тебе в карманчик помогу положить. Ой, смотри, а что у нас тут с тобой. Как называются эти ягоды? Фрукты. А ягоды скажу тоже. Так они называются, знаешь? Нет. Фрукты. Это груши. Да? А смотри, а вот это что у нас с тобой такое? Ну-ка, давай посмотрим. Это помидор. Отнесем бабушке салат, сделаем, да? Будет вкусный салат. Привет. Привет. Ты одна или с Вадимом? Я одна. Спасибо. А что, Наташа еще здесь? А говорили, что уехала. Ну, она уехала. Мишенька пока у нас остался. А ты все в Мать-Терезу играешь, да? Заняться тебе, Ничка. Я вот отдохнуть сюда приехала, отпуск провести. Предупреждать надо было, я бы в городе осталась. Ир, ну перестань, ну ты что? Ир! Алло, девушка, можно такси в Безлюдовку? Прямо сейчас. Как нет машин? Верните девятку, которая меня привезла. Ты чего тут спектакль устраиваешь? Чайня на курорт приехала. Пап, в том-то и дело, что я приехала к себе домой. А чувствую себя здесь уже второй год подряд лишней. Вадим вообще к вам ехать больше не хочет. Ир, послушай. Знаешь, с тобой вообще разговаривать не хочу. Надюш, ну что стоишь? Иди звони, Наташа. Пусть забирает ребенка. Либо обустроилась уже. Мама, а Мишенька тут при чем? Он же здесь никому не мешает. А ты что, собираешься его всю жизнь нянчить? Ну помогли немного и хватит. Иди и звони. Алло. Алло. Что у вас здесь со связью? Леонид Львович. Да, да. Вот, пришла прощаться. И, как говорится, не поминайте лихом. Ну как ты могла мне такую свинью подложить? О чем это вы? Ты зачем к Сан Сановичу жаловаться ходила? Тебя что, не учили, что через голову непосредственно начальника обращаться к вышестоящему не положено? А у меня теперь начальников нет. Я птица вольная. Жаловаться я не ходила. Я просто случайно встретила Сан Саныча у больницы. И случайно посоветовала на свое место Самсонову. Я поделилась с ним своими соображениями. А он меня знает без малого четверть века. Вот и прислушался. Ихидна. Соображениями она поделилась. Ой, иди с моих глаз долой. Счастливо оставаться. И вам не хворать. Привыкла, барыня, что вокруг тебя все бегают. Ну что, мне все-таки уехать, что ли? Надя, дочка, ты куда? Ты что это удумала? Надя, вернись! Надя! Давай, заходи. Ну, идем, идем, идем. Ой, Тамара Петровна. А я уж думала, не застану вас. Здрасте. Ой, Мишенька. Ну, а я вот задержалась. Пока попрощалась со всеми, барахлишку свое собрала. А ты куда? С малышом проблема? Да нет, с ним-то все в порядке. Я, Тамара Петровна, хотела у вас денег занять. А что так? Эдик меньше платить стал? А я у него больше не работаю. Иди ко мне. Ну, тихо, Мишенька, тихо. А моей этой зарплаты на няню с квартирой не хватит. Как это ты больше не работаешь? И на какую еще няню с квартирой тебе не хватает? Да, я просто из дома ушла. Ну, пойдем, Надюша, пойдем. Поедем ко мне, ты мне все расскажешь. Пойдем, Мишенька. Отец, заканчивай. Ужинать пойдем. Чего-то Наде долго нет. А ты позвони ей, узнай, долго она у этой Наташки торчать собирается. Алло, Надь, ты скоро будешь? Как не вернешься? Это как у Тамары Петровны поживешь? Это что за глупости, Надя? Трубку бросила. Ой, Настя, а у меня спину опять скрутила. Западай ее комар. Так что, Надя нет дома? Ну что, мать, доцаскала со своей любимой Ирочкой. Добилась-таки она своего. Так я не поняла, она что, вообще не приедет? Не приедет. А как же моя спина? Да ты со своей спиной еще, Савельина. Надеюсь, вы в курсе, зачем я вас вызвал? Ну, еще бы. Не перебивай. С сегодняшнего дня у нас в отделении новая старшая медицинская сестра. Руководство не только отделения, но и больницы долго думало, совещалось и решило назначить, назначить Самсонову. Что, меня? Не может быть. Господи, есть на свете справедливость. Есть. Вот так. Давайте отойдем подальше. Ты что, своего собственного ребенка стесняешься? Здравствуй, мой хороший. Здравствуй, мой маленький. Соскучился по мамочке? Когда ты малыша собираешься забирать? А что, Надя на меня еще до сих пор сердится? Надя из-за тебя из дома ушла. Ой, как не вовремя. Не вовремя? Ты хоть кроме себя о ком-нибудь еще можешь думать? Мало того, что с женатым мужчиной связалась. А он уже развелся. Мы и заявление в ЗАГС подали. Поздравляю. Ну, самое время познакомить своих мужчин. Жениха и сына. Тамара Петровна, я вас умоляю, только ничего не говорите. Эдик вообще не знает, что у меня есть сын. Как не знает? Да долго объяснять. Я вас умоляю, мне хотя бы до свадьбы дотянуть. Наташка, ты хоть понимаешь, во что ты играешь? У меня безвыходная ситуация. Ага. А ты чего домой не едешь, раз на работе делать нечего? Да мне и дома, в принципе, делать нечего. Ну, как же так? А я? Так соскучилась. Слушай, с чего бы вдруг, а? Знаешь, с тех пор, как ты пристрастился вот к этой гадостью, у тебя какой-то просто невыносимый характер. Можно подумать, твоя гадость лучше. Ну, зато она веселее. Хочешь, попробуем вместе? Я не собираюсь курить всякую дрянь. А зачем же курить? Есть штучки на, а много лучше. Да? Например? Например, в сейфе. У вашей главной медсестры. Вы же недавно получили новую партию. Ты что мне предлагаешь? Хищение препаратов строгой отчетности? Какое же хищение? Пропажу одной упаковки никто не заметит. Давай это обсудим с твоей папашей, а? Как он на это отреагирует? Ты труса и ищешь тоже. Наркоманка и потаскуха. Я считаю, что нужно отметить твое повышение. Собраться всем коллективом. Я пирогов напеку. Низкокалорийных. С капустой, с грибами. Ну, как ты любишь. Толь, ну ты же знаешь, что Тамара Петровна целый день с ребенком сидит. Ну, давай хоть, ты знаешь, давай хоть вместе где-нибудь часочек посидим вдвоем. Надь, что там такое? Эй, что вы делаете? Секаем! Мужчина, вам плохо? Побежим. Ну, надо же так перебирать. Он не пьяный. Вы меня слышите? Поднимите левую руку. А правую? Толь, иди лови машину. Ну, давай позвоним, кто-нибудь приедет за ним. Кто приедет? Ты с ума сошел? Куда мы позвоним? Ты видишь, у него похожий инсульт. Дорога каждая минута. Иди лови машину. Слушай, а куда мы его повезем? Куда-куда? К нам в больницу. Ага, сейчас. Быстрее! Ну, поешь что-нибудь все-таки. С утра голодный. А сама-то? Кусок горла не лезет. Все думаю, как она там. Да и Мишенька тоже. Раньше думать надо было. Ну, вот. Чего? И тебя совесть мучает. Ой, пап, ну при чем тут совесть, а? Мне сейчас позвонил Вадим. И сказал, что ему ожиданно дали отпуск. У них есть путевка на турбазу. Ну, так поезжайте. Мне это нравится. Приехала, переполошила всех. А теперь ей базу отдыха подавай. Знаешь что, пап? Я что, виновата, что так складываются обстоятельства? А кто виноват? Не знаю. Сеня. Ну, хватит. А теперь попробуйте написать отчество. Отчество тоже начинается на «и». Ильич. Иосифович. Игоревич. Иваныч. Иван Иваныч. Ну, вот видите, как все хорошо. Очень рада познакомиться, Иван Иваныч. А теперь напишите телефон, по которому можно связаться с вашими родственниками. Проблемы с родственниками? Ну, ничего. Мы вас на ноги поднимем и обязательно с ними свяжемся. Вы не волнуйтесь. Мы вас обязательно поднимем. Ну, Наташка, слушай, тебя просто не узнать. Обалденно выглядишь. Привет. Привет, спасибо. Не ожидала тебя тут встретить. Почему? Соскучилась. Вот и пришла. Ну, это ж клиника Игоря. Не боишься его тут встретить? Наоборот. Пусть посмотрит, кого потерял. Угу. На самом деле, я пришла пригласить тебя. Быть моей свидетельницей. Поздравляю. А почему я, а не Надя? Вы же с ней так дружили. Ой, Алла. Тут такое произошло. Надя поскандалила с одним клиентом. И наотрез отказалась извиняться. Угу. А он оказался сыном начальника налоговой. Так он нам такую проверку устроил. Мы столько денег вбухали, чтобы центр не закрыли. Угу. Так теперь Эдик слышать ничего не хочет про Надю. Ты только ей не говори, ладно? Ну, конечно, конечно. Ну, все. Побежишь? Пока, красотка. Столько дел, столько дел. Свадьба. Два. Три. Вот видите? Отлично получается. А я тут на инсультных больных насмотрелась. На некоторых смотришь и думаешь, никогда не встанет. Проходит полгода, он уже и бегает, и разговаривает. А некоторые кажутся, что через пару месяцев все восстановится. А он и через полгода ногу волочит и слова сказать не может. А знаете, в чем дело? Сила воли, либо ты болезнь, либо она тебя. Пойду ужин разогрею. Скоро Ирочка вернется. Сама разогреет, немаленькая. Хватит для того, что эта белоручка за все время ни разу ничего не приготовила. Ну, ладно тебе, отец. Эй, есть кто живой-то? Эй, здорово, поселяния и поселянки. Привет, привет. Приветик. Здрасте. 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 А это вот он все. Прицепился, как репей. Пошли, говорит, да пошли. Циц, бабы, я пришел боевой дух поднимать. Вернее, мы пришли боевой дух поднимать. Ой, только чокнутых нам не хватает. О, и ты туда же. Вот и мне скажи, Анастасия, что делали на фронте во время войны, когда дела были швах? А? Ну, откуда я знаю, что делали во время войны? Ну, тихо. Вот мне отец говорил, что когда совсем никуды, то тогда вызывали агитбригаду. Ну, или там сами самодеятельность устраивали. Потому что нет ничего страшнее для солдата на фронте, чем потеря боевого духа. Да, соображаешь? Ты на что это намекаешь, тихо? Что у нас с Настей совсем уж полный швах, что ли? Я ни на что не намекаю. Не вы, а мы. Потому и сидим сейчас, как в воду опущенные от того, что Надюхи нет. Поэтому я и пришел боевой дух поднимать. Ну, давай, начинай. Так, я не понял, это что, саботаж, что ли? Ну, какой саботаж? Тише, я тебе говорила, что для песни настроение нужно. А тут вон, какое настроение? Семен, ну баба, это ладно. А ты? Начинай, Мария. Полный грудь Пусть живется, она не дышится Пусть на свет Пусть живет Пусть живет Пусть живет Но пока в Батриевском песне слышится С дорогою будет обходить видать Разревается радость песней Ни слова не поменять Пусть живет Пусть живет Пусть живет Пусть живет Пусть живет Ой, распелись тут. Ира, доченька, ты что? Доезжай ты На свою базу отдыха Там Ирка, ниже спины дырка Всю песню испортила А это какой цвет? Желтый Желтый? Нет Открыть, Тамара Петровна Ой, я сама Какой же это желтый? Ты посмотри Какой? А это какой цвет? Батя Ты откуда тут? Да вот приехал в больницу А там говорят Ты сегодня не дежуришь Толика выспросил, где живет Тамара Петровна И вот поехали домой, Надюха Я без него никуда не поеду Так с ним и поехали Нет уж, пусть лучше Ирочка пона отдыхается Да и мама лишний раз нервничать не будет Да Ирка Ирка уже наотдыхалась Обратно въехала Угу Понятно Что тебе понятно? Мать ночами не спит, плачет Переживает, что зря тебя обидела Калиткой стукнет, она бежит Думает, что это ты вернулась Ну что же вы делаете девки с матерью? Опять я во всем виноват Ну, хватит выяснять отношения Собирайся, поехали А вы с нами поедете? Поработаю буфером А вы еще в дороге перессоритесь Вы не против, Семен Алексеевич? Ну как? Как я могу быть против? Я столько раз Надюхе говорил Приглашай свою Тамару в гости Она неудобна, да некогда Бать Ну в смысле Тамару Петровну Ой, Надюша, как ты права У вас места тут просто изумительные Я сто лет не видела таких Это точно Это наш природный храм А вот там Бобровое озеро Вон на той стороне Бобры там, да? Да нет, ну наверное когда-то были бобры А щас одно название осталось Тихо, вот ты с нами пошел А вдруг кому-нибудь на тот берет надо Ну и что? А лодок-то вон полно Глянь, любого кликнешь, он тебя и переправит А у меня баста сегодня Праздник, Надюха вернулась Да, воздух у нас чудо какое-то Да, а чего тебе городской не понравилось, а? Ну что ты, небо и земля Небо и земля Слушай, Сём, а когда мы будем отмечать это? Возвращение Надюхи, а? Да все тихо, наотмечались Теперь только компоты вместе можем выпить, а минералкой закусить Ой, как тебя шабануло в городе, а? Хе-хе-хе-хе-хе Ну надо, времена-то какие пошли Да Там, понимаешь, в миру кризис Мировой А ты не хочешь отмечать возвращение Надюхи Какой кризис, Тихон, ты о чём это? Ты чё? Ты из них телевизор не смотришь? Да нет Сегодня передавали, наждак Грохнулся Кто-кто? Ну, наждак Тихон, ну ты при Тамаре Петровне-то выражался бы поприличнее А ты ведь, знаешь, все секреты не раскрывай сразу Я тебе, погоди, наждак, тёмная твоя личность Это американский биржевой индекс О, нашёл за кого переживать Вот когда полтора года назад у нас колорадский жук картошку сожрал Вот это, я понимаю, был кризис Нет, Семён, ты всё-таки, у тебя не аналитический ум Да Ты даже коляску собрать и разобрать не можешь Да Здорово Ещё раз о таком узнаю, уволю к чёртовой матери Я тебе перезвоню Кварцевать не забудь, каждые три часа по пятнадцать минут Хорошо Десять минут, потом проветривай Я поняла Всё поняла? Всё, да Ну давай, пока Всё, всего доброго Пока О, привет, ты чего такой, что случилось? Да, от Еремеева иду Да, от Еремеева иду На меня одна больная пожаловалась Что, мол, я с молодыми пациентками у себя в кабинете развлекаюсь, но у неё у меня времени нет А что, разве это не так? Ну не Еремеева меня судить, у него самого рыльца в таком пушку Ты так ему и сказал? Я ещё больной, что ли? Я хотел с ним нормально, как с мужиком поговорить А он как с цепи сорвался Кстати, не ты случайно ему просветку стуканула? Ты что? Ты с ума сошёл? Конечно нет Ладно, я побегу, у меня ребёнок Давай Дома один Давай Ну ладно, Игорёк Держись Нет, спасибо, Макс Жильё не нужно У нас номер забронирован в отель Декрион Ну, старичок, свадебное путешествие Да А вот если встретишь меня в аэропорту, буду очень благодарен С женой познакомлю О, всё, дорогой, всё, счастливо До встречи, целую и обнимаю А чего ты встал в такую рань? Солнце мое, какая рань? Уже два часа, смотри Мороз и солнце, день чудесный, ещё ты дремлешь вдруг в прелесть Пора, красавица, проснись, ты помнишь, что у нас сегодня вечером самолётик Мы летим с тобой, да? Да У меня ещё вещи не собраны Да ты что? Угу Ну иди собирай Надо поспечь немножко Нет, 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 только не это Ура Надюх, ну как вам? Да ничего, только успокоился Температура никак не спадает А я уж на работу опаздываю Ну, ладно тебе, ладно Не знаю, как и оставить-то его Ну, ладно тебе, ладно Ну, ладно тебе, ладно Ну, позвони Наташке Пусть она приедет и посидит со своим ребёнком Думаешь? Конечно Даже не знаю Алло Надя Надеюсь, не очень серьёзно? Температура? Понятно Нет, я никак не могу приехать Да, мы уже почти в самолёте Да, в Париж летим Ну, поцелуй его за меня Ну, как только приеду, сразу к вам Да Пока Ну, Капуша Ты ещё не собралась У нас через полтора часа такси Я знаю Да Кто звонил? А Да подруга одна Надо будет ей свинерчик привезти из Франции Ну, хорошо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Так, сейчас вот так набьём. Ещё чуть-чуть. Вот так, хорошо? Ага. Ну, здравствуй. Ну, Вань, что ты устроил? Что, нельзя было кого-нибудь попросить? Позвонить мне или Лёше? Нельзя. Меня частично парапарализовало. Иван Иванович говорить не мог. Зачем ты Диму отпустил? Что, к любовнице поехал? Ну, к какой любовнице, Нина? Если бы не это, мы бы давно тебя нашли. Или, может, именно этого ты и не хотел? Конечно. Хотел отдохнуть от твоих истерий. Прекратите, его нельзя волновать. Может, повторный инсульт случится? Вы мне не указывайте. Добрый вечер, добрый вечер. Ну, как наши дела, Иван Иванович? Я пойду, Леонид Львович? Да, да, иди с Абсотова. А вы кто? Леонид Львович за в отделение. А вы, простите. Нина Станиславовна, жена. Очень приятно. А что же у вас творится в отделении, Леонид Львович? Нельзя было сразу близким позвонить? Нина Станиславовна, вы не волнуйтесь. Мы разберемся и накажем виновных. Палата без кондиционера. Ну, это не проблема. Это мы поставим. Что это за кровать? Какой-то ветхозаветный ужас. Ну, это мы подберем. Из лучших образцов подберем. У нас нет других. Видимо, давно вас не посещали комиссии из облздрава, Леонид Львович. Ну, ничего. Я об этом позабочусь. Нина, прекрати. Прекрати. Нина Станиславовна, не надо облздрав. Они и так нам вздохнуть не дают. Давайте не будем тревожить вашего спруга, а пойдем ко мне в кабинет и подумаем о дальнейшем течении. Ну, хорошо, пойдемте. Прошу вас. А отец-то на рыбалку поехал. Какая погода у нас в этом году хорошая. Надюш, ты посмотри, кто к нам приехал. Привет. Посмотри, какой мне платок. Наташенька привезла. Держи. Натуральный шелк. А тебе привезла? Духи. Самый модный запах сезона. Откупиться решила? Надь, ничего. Ты что, думаешь, этот динозавр дурацкий, ему мать заменит? Да я же как лучше хотела. Весь последний день подарки выбирала. Эта экскурсия отказалась. Иди ко мне, мой маленький. Иди сюда. Да. Иди, Надя, отнеси. Пойди, Надя, отдай. Да знаю я, что виновата. Только вот как исправить, не пойму. Надо было сразу Этику сказать про сына. Только вот кому нужна женщина с ребенком? А как сейчас сказать, не знаю. Да уже и поздно признаваться. Я его, получается, столько времени обманывала. Она меня понять не хочет. Да все наладится, Наташа. Надюшка у нас отходчивая. Ты поговори с ней. Она поймет. Ты знаешь, я иногда тебе завидую. Ты мне? У тебя все просто. Это черное, это белое. Это подлость, а это честность. Так можно поступать, а так нельзя. Подлость, она и в Африке подлость. Ты просто никогда не оказывалась в ситуации, когда приходится врать. Даже предавать. Потому что по-другому нельзя. Можно подумать, тебя пытали. Ты это не понимаешь. И никогда не поймешь. Ты сильная и самодостаточная. Тебе вообще никто не нужен. А я не могу. Я пропадаю без мужчины. Эдик меня к жизни вернул. Я не могу его потерять. Что ты обо мне знаешь? Ты думаешь, меня никто не предавал? Думаешь, меня одиночество бараньи рог не гнуло? Разве у тебя кто-то был? Не поверишь. Наступила на те же грабли, что и ты. Ты Игоря имеешь в виду? А что, по-твоему, на меня даже обратить внимание нельзя? Нет, прости, я не это имела в виду. Просто я даже представить не могла, что у вас был роман. В одном мне повезло больше, чем тебе. Забеременеть не успела. А может, и не повезло. Так бы хоть ребенок был. Но если ты его любила, зачем ты мне помогала? А кто бы тебе тогда помог? Ну, ты ж могла свою жизнь устраивать. А ты со мной возилась. Еще и с чужим ребенком. Не говори глупостей. Мишенька мне как родной. Все, закрыли тему. А что вас занесло в наши края? От вокзала далеко, да и от центра тоже. Мне надо было повидать одного человека. Женщину? Дочи. Дочь? Дашу. Красивое имя. Жена не знает? Я сам не знал. Соня, мать Даши, не сказала. Знала, что я женат? Понятно. Что понятно? Соня. Умерла недавно. Вот Даша меня и нашла. Я не понимаю, зачем такие сложности? Ты не можешь с ним просто так развестись? Ты не знаешь моего папу. Он такое устроит. Ну, мне подставляться не хочется. А в кресло главврача тебе хочется? Кто постоянно ноет? Я в сто раз круче Еремеева. Так ты возьми и докажи, что ты круче. Да, да, все сделали, все сделали, да. Ну, все, что успели. Ну, ковать возьмем из реанимации. А белье, ну, я ему сам белье куплю. Да. Все сделаем. У вас тут больница или бордель? Сан Саныч, извините, я вам перезвоню. Что случилось? Мы решили обеспечить мужу, перевезти его туда, где его обеспечат достойным лечением. А он отказывается. Ну, так неудивительно. У нас его здесь лечат лучшие доктора. Лаврач ежет в ситуацию на контроле. Динамика восстановления отличная. Да мы ему создали условия максимально приближенные к европейским. Да бросьте вы, какие условия? У него связь с вашей медсестрой. С кем? С Надей, я не помню, как ее. С Амсоновой? Да ну, да ну, да ну, да ну, не может быть. Да нет, ну что вы, да нет, это на нее не похоже. Меня не волнует, кто на кого похож. Ну что ж, единственное, чего я хочу, это увезти отсюда мужа. Либо вы мне в этом поможете, либо я вас... Не-не-не-не, никаких либо, конечно, помогу. Я прошу вас. Посмотрим. Вы уже извините, извините бога ради. Ну, отдыхайте. Надя, у меня к тебе серьезный разговор. Ну что за срочность? Я еще не всем больным уколы сделала. Да больные здесь ни при чем. Ты меня постоянно избегаешь. Если это только потому, что ты старшая медсестра, а я простой санитар, так и скажи. Ну что за глупости? Значит, ты не стесняешься со мной общаться? Ну, конечно, нет. И не откажешься со мной пойти в кино на вечерний сеанс. Я купил два билета. Ну куда тебя денешься-то? Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, сейчас ты бываешь в кабинете Марии Кирилловны? Главной медсестры? Ну, была пару раз. А что мне там делать? С такими людьми дружить нужно. А бывало ли так, что ты заходишь к ней в кабинет, а она выходит из кабинета? А тебе зачем? А я любознательный. Если такой любознательный, иди сам и проверяй. А вот тебе не идет быть злюкой. А тебе не идет морочить мне голову. Хорошо, рассказываю, как есть. Только никому. Дело в том, что Светкиного, дилера, который наркоту поставлял, закрыли. В общем. А я не могу отказать женщине, если она просит. Понимаю. И что ты собираешься делать? Дело плевое. Ты заходишь в кабинет, я отвлекаю Кирилловну, ты делаешь слепок ключей от сейфа, собственно, все. А дальше дело мое. Ты думаешь, что я сумасшедшая? Ты думаешь, я не понимаю, что за это можно сесть? Да ладно, ладно, я пошутил, не горячись. Смотрю, ты очень мрачная. Думаю, дай развлеку тебя. Силот, Вячеславович, вас там пациенты ждут. Да-да, я иду. Вот и иди, юморист. А ты подумай. Хорошенько. Сапсонова. Расскажи, как ты смеешь шашни на работе заводить? Вы о чем? Я про Морозова говорю. С ума все посходили. Я ухаживаю за ним, как медсестра. И только. Как ты за ним ухаживаешь, меня не интересует. Но чем раньше его увезут, тем лучше. Куда увезут? Его сиятельства нашли место в спецклинике для крутых. А он из-за тебя ехать не хочет. Ну почему из-за меня-то? Вот и мне интересно, почему. Привезла в больницу источник неприятностей. Ты давай делай, что хочешь, но чтобы этого владельца заводов, газет, пароходов здесь не было. Понимаешь, иначе еще одну встречу с его женой я не переживу. Пойми меня, Самсонова. Иван Иванович, говорят, вас хотят в другую клинику перевезти. Обойдутся. А я думаю, вам лучше согласиться. Значит, из-за меня у тебя неприятности? Да нет, но там говорят, передовые зарубежные методики. Не то, что наш прошлый век. И условия комфортнее, и персонал квалифицирования. Значит, неприятности. Привет. Привет. Как вы тут? Да ничего, а ты? Ужасно. Мало того, что на работе проблемы, еще у Глебушки анемию нашли. Главное, непонятно, чем лечить. Печенку он терпеть не может, от препаратов железа его тошнит, кошмар. Боюсь, придется колоть. А вы пробовали козье молоко? А что, помогает? Мне в детстве им вылечили анемию. Хочешь, привезу? Конечно, хочу. Спасибо. У нас своей козы нет, так я у Савельны взяла. Но ты не переживай, у ней коза молодая, ухоженная. Молоко отличное. Ой, Надь, да какая коза, какое молоко. У нас тут такое творится. Игоря забрали, арестовали. Прям пошел. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok